Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы с вами поговорим о том, зачем рыхлить почву в горшках комнатных растений. В жаркое лето, особенно если длительное время нет дождей, очень важно рыхлить почву в саду. И не только для того, чтобы избавиться от сорняков, которые растут при любой погоде, но и для повышения газообмена в верхнем слое почвы и для сохранения влаги. Рыхление почвы способствует хорошему обеспечению овощных культур основными элементами питания. В рыхлении почвы нуждаются также многие комнатные растения, в том числе и растения, выращиваемые в домашних условиях для употребления в пищу. Таким растениям смело можно отнести зеленые культуры и имбирь, чтобы повысить урожай овощных культур, садовые земляники, чаще рыхлить и почву. Если почва очень тяжелая по механическому составу, то верхний слой быстро покрывается твердой коркой, и влага из нижних слоев почвы быстро поднимается по многочисленным трещинам и капиллярам на поверхность и испаряется. При сильном уплотнении почвы и наличии корки на ее поверхности нарушается газообмен воздуха в верхнем слое почвы, и корни задыхаются, не получая необходимого кислорода. Если не рыхлить почву, растения не просто задыхаются, они еще страдают черной ножкой. Постоянное рыхление разрушает трещины и капилляры в верхнем слое почвы, в результате чего верхние слои почвы снова становятся воздухопроницаемыми, испарение влаги из земли уменьшается, и драгоценная влага остается в земле. Для сохранения влаги не помешает эмульчирование. Под слоем мульчи почва также остается более рыхлой и надолго сохраняет влагу. Для многих растений, как комнатных, так и садовых, это очень важно. Рыхление почвы создает более благоприятные условия для роста и развития растений, ведь в воздухе, который проникает в верхние слои почвы, содержится не только кислород, но и углекислый газ, который принимает непосредственное участие в фотосинтезе растений. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или мнением можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. Да и не только. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok